Физкульт привет! Друзья и ученики, просто случайный зритель. Сегодня разберем вкратце такой часто задаваемый вопрос, в принципе и от парней, но больше конечно от девушек приходит. Как можно уменьшить талию, если она, к примеру, столько-то, столько сантиметров? Не важно, сколько у всех разное. И на сколько сантиметров теоретически это можно сделать? Вот буквально сегодня пришел мне такой вопрос очередной от девушки. Я на него ответил, на что получил в очередной раз ответ от нее уже, что это сделать очень сложно. Друзья, но на самом деле это как раз-таки единственный путь, который можно сделать и сделать легко и просто. Потому что, что вам нужно реально, как воздух, вы это сделаете легко, просто и даже с удовольствием. Как же можно уменьшить талию? Скажу сразу, что никакие чудо-пояса, обматывание пленкой, кроме вреда, вам не принесут. Как увеличивается талия? От приседаний и от становых тяг? Нет, это чушь, которую придумали горе тренера, которые не хотят, чтобы вы приседали и делали тяги. Которым это невыгодно с любой точки зрения. Которым хочется, чтобы вы приходили и занимались в тренажерах. Потому что за вами легко следить. Не нужно вам ничего объяснять. Сел в тренажер. В принципе, в тренажере как-то неправильно поработать очень-очень сложно. Но, никакая становая тяга и присед вам, девчонки, не увеличат талию. Никогда. И если вы обматываетесь поясом, корсетами, вы только вредите себе. Поверьте, это дурость, тупость, глупость. Несмотря на то, что многие уважаемые мной люди делают это. Друзья, это дебилизм. Увеличивает талию только обжорство. И уменьшить талию можно только на то количество жира, который мы с вами нажрали себе на бока. Что, кстати, сейчас у меня тоже происходит. Я сейчас собираюсь тоже маленечко подсушиться. Давно уже этого не делал. Давно не следил серьезно за своим питанием. Хотя и учу вас, и имею много учеников, как это делать. Так вот, уменьшить талию вы можете только визуально на те сантиметры жира, которые, как спасательный круг, облепили вашу талию. Что для этого нужно делать? Естественно, наладить свое питание и, естественно, заниматься силовым, подчеркиваю, силовым тренингом, не кардио-тренингом. Почему? Потому что кардио-тренинг преимущественно будет пережигать ваши мышцы, которые нам, кстати, и нужны, которые делают красоту. Следующее, что может визуально уменьшить вашу талию, и что, в принципе, нужно делать. Я очень часто встречал и продолжаю встречать такую тупость от людей, возомнивших себя супер-тренерами. Вообще, просто тренерами. Что девочке не нужно качать спину, не нужно качать плечи. Посмотрите такие ролики, там, типа, зачем девушке плечи? Это что? Это же не парень. Но это тупость. Во-первых, таких плеч, как у бодибилдера, которые вы видите на картинке, девушке никогда не накачать без применения фармакологии. Да даже парням такие дельты не снились. Большинству. Посмотрите, сейчас много очень парней, похожих на девушек. Девушек, похожих на парней, меньше. Если, конечно, не брать тех парней, которые сейчас. Не зря во всем мире так популярны сейчас одежда, унисекс и все такое. Потому что, к сожалению, парни стали похожи на девушек. Не то развивают в себе парни, как говорил Турчинский. Когда парень хочет быть сильным, это нормально. Когда хочет быть красивым, как минимум, нужно задуматься. Естественно, нужно быть приятным, следить за собой, эстетически выглядеть. Но думать, в первую очередь, конечно, о развитии силы. При грамотном питании будете и хорошо выглядеть. Так вот, визуально девушке можно уменьшить талию как раз-таки за счет увеличения ягодичных мышц, за счет проработки бицепсов бедра. Квадрицепсы и так будут работать во всех упражнениях, поэтому не стоит на них делать акцент. И в своих тренировках, которые я рекомендую девушкам, мы никогда специфически не прокачиваем квадрицепсы, только если не работаем в режиме статодинамики, не работаем на окислительные и мышечные волокна. Но кто следит за моими статьями, видеороликами, уже давно это знает и понимает. Следующее. Широчайшие мышцы спины. Красивая спинка тренированная. У девушки даже в платье будет смотреться шикарно. Лучше, чем худая, когда только кости. И однозначно лучше, чем кусок сала, который мы часто вот встречаем. Хорошая спортивная спинка, как и все тело, всегда выглядят преимущественно перед любым другим телом. И за счет того, что спина будет иметь слегка выраженную V-образную форму, вы будете визуально смотреться в талии, уже. Вот что нужно понимать. И для чего нужно тренировать спину. Не только с точки зрения здоровья, чтобы все мышцы, чтобы все тело развивалось, но и с эстетической точки зрения. И, конечно же, плечи тоже нужно тренировать. Потому что наряду с хорошо проработанной V-образной спиной, дельты тренированные будут еще больше сужать вашу талию. А хорошие бедра, хорошие ягодицы будут делать как раз-таки вот такую форму. Песочные часы называют. На мой взгляд, она будет самая эстетическая. Если, конечно же, это будут именно мышцы. Девчонки, не стоит бояться мышц, потому что именно мышцы делают вас и красивыми, и сильными, и здоровыми. Девчонки, ни худоба, ни слой жира под кожей вместе с костями не сделают вас красивее. И ни одна силовая тренировка не сделает вас мужеподобной. Вы никогда не сможете, даже если захотите, поставите перед собой цель, будете убиваться на тренировках хлеща любого качка, вы не станете похожим на мужчину, просто потому, что уровень тестостерона у вас гораздо ниже, мягко говоря. Посмотрите, еще раз скажу, на парней. Они сами не могут накачаться, потому что уровень тестостерона даже в мужском организме уже давно, со времен Второй мировой войны, упал настолько, что нормы были занижены, потому что медики не смогли по всему миру никак восстановить этот уровень тестостерона. И это раньше, по крайней мере, было в свободном доступе, сейчас не знаю, если хорошо погуглите, возможно, найдете. Уровень тестостерона в мужском организме по всему миру, со Второй мировой войны, упал в два раза. Можете себе представить. Вот почему мужчины стали жить резко, меньше, чем женщины, и почему уровень жизни, качество жизни так резко упали, и упало мужское здоровье. Но государству это выгодно, потому что вы не доживете до пенсии, вы не будете претендовать на свои деньги, и, естественно, ваши деньги не перейдут ни вашим детям, ни вашим внукам. Это государству идеально. Поэтому все астероиды будут запрещены и будут продолжать с ними бороться, и очередные новые мифы и бредни крутиться вокруг них. А алкоголь будет свободно вам продаваться. Особенно пиво. Потому что пивасик самый первый в списке по понижению тестостерона в мужском организме и повышению женского гормона. Всегда помните об этом. Никогда никто ничего в современном мире не будет делать просто так. Особенно на уровне государства. Вы должны понимать, что все делается только с одной определенной целью. Людей на планете ни для кого не секрет. Сейчас очень огромное количество. Перенаселение давно происходит. И поэтому чем больше нас будет помирать, чем больше нас будет не доживать до пенсионного возраста, тем лучше государству. Как это не печально. Хотите верьте, хотите нет. Адекватные люди, я думаю, давно это сами все понимают. Так что, друзья, не употребляйте алкоголь. Грамотно питайтесь. Занимайтесь в тренажерном зале со свободными весами. И будет вам счастье. Если вы парень, вы будете сильным, будете привлекать девушек. Если вы девушка, вы будете стройной, красивой, здоровой и сексуальной. Также будете привлекать парней. Нет других рекомендаций. И это, друзья, на самом деле просто. Почему? Потому что, когда только вы встанете на этот путь, как только вы пройдете без усложнений, без каких-либо заморочек со стороны фитнес-бизнес-индустрии, супертренеров, вы поймете, что все это очень и очень просто. Девчонки, не пропустите. Можете сейчас заказать у меня в электронном виде мою книгу для женщин. Она очень и очень объемная. В ней огромное количество полезной, эксклюзивной информации, которую вы больше нигде не встретите. И будете знать, как и что делать с первых шагов до серьезного среднего уровня. Спасибо, что смотрели. Кто не успел посмотреть, не имел возможности посмотреть этот выпуск с самого начала, не переживайте, потому что все прямые эфиры я сохраняю и потом выкладываю в YouTube. Все ваши вопросы, которые вам интересны, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я на все адекватные вопросы отвечаю. Если вы с чем-то не согласны, то ставьте дизлайк и прошу аргументированно в комментариях указать, с чем, почему вы не согласны, как должно быть, как по-вашему есть на самом деле, в чем я не прав. Это будет конструктивная критика, которую будет интересно почитать. Если вы просто тролли-хейтер, то идете лесом. Мы на этом канале на вас не реагируем, не отвечаем и просто игнорим. Потому что вы гнилое, пустое место. А нам дорог наш позитивный настрой. И глядя на ваши комментарии, мы только улыбаемся и смеемся. А всем подписчикам я желаю сухой мышечной массы, силы без травм. И, конечно же, счастья и позитива. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok